Изначально это был театральный коллектив, который базировался в городе Голи. Далее коллектив был разогнан, распущен. Большая часть коллектива стала театром Открытых. Я же преобразовал это все в театральный проект. Изначально я начал путешествовать. Я базировался сначала в Минске, потом довольно долгое время в Санкт-Петербурге. Вот уже второй год проект не имеет никакой базы. Второй год я нахожусь в путешествии. Полтора года школу тур, который назывался «Чтобы ты почувствовал себя живым». И вот уже третий месяц идет тур, который называется «Эктиклавис Туа». С латинского это переводится как «вык ключ». Это тур, пятилетие моего проекта. Вот. За этот год Витебск... На самом деле я очень рад снова приехать. Наверное, хотя я 30 лет прожил в городе Гомеле, но я честно скажу, самый любимый город в Беларуси – это Дима для меня. Вот. Я очень рад снова доехать. Чуть больше года у меня не было в основном замечательном городе. Раньше постоянно перейдал в Санкт-Петербурге Базар на файс-курочных искусств, но вот в этом году решила отказаться от всех театральных фестивалей. Не только театральных, а вообще от всех фестивалей. Я решил ездить самостоятельно за этот 207-й город. Я побывал и в Урале, и в Южной России. И вот для вас такой спектакль-эксперимент. Ну, как и все, скажем так, тема и спектакля, эксперимент. Знаете, я в этом году понял, что я гордо буду сказать, что у меня такой панк-театральный панк-панк проект. У меня просто, ну, круг общения мой, все-таки даже не актерский, а скорее музыкант. Я думаю, именно панк-музыканты, они просто, блин, побыла на моих спектаклях, они неоднократно мне говорили о том, что, знаешь, вот там концерты побывали, но только без музыкальных инструментов. Вот. Ну, и, соответственно, и спектакль такие. Вот. Поэтому, на немогативную лексику пройти с упрощением не буду. Она будет, она нужна. Ну, сегодня для вас спектакль по мотивам фильма Милоша Форманна пролетает в бездом кукушки. Сразу, чтобы предвкусить вопрос, почему по фильме, а по книге, самый простейший ответ, потому что у меня главный герой, как и в фильме, Рэндалл Патрик Махметов. Вот. В спектакле есть отсылки к другим произведениям. Возможно, кто-то узнает произведение, а после спектакля, вот, мне будет интересно вопрос, но все же кто-то догадывается. Ну и будем начинать. Там, за высоким буфетом шкафа, на высоком табурете за конторкой, сидит Рэндалл Патрик Махметов. Человек, который лицом бел, как кость, волосы рыжие. Он болен чем-то, этот человек. Он вызывает страх. Он любит сам задавать вопросы и сам же на них отвечает. Когда пытается улыбнуться, скалится. Он болен чем-то. Рэндалл Патрик Махметов. Привет, уроды! Соскучились по мне? Здравствуйте! Рэндалл Гусаки снова в деле. Здравствуйте. Здравствуйте, сестра Рэнча. Давно не виделись. И да, я сразу же рад присоединиться к нашей групповой тропе. И мне сразу же есть что сказать. Задумал поспорить с природой, водоем. И года, и года впереди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Все молчат, я говорю, обвинят в заговорах. А где присяговая, для меня не написали. Ну, копайте сами. Где присяга лояльная. Боялась стены. По дворам носила меня. Шмарю изнасилована. Душа в изделии. Туловище в пляске. Тонкая ладошка перебирает ласково колесико. Зайвистого калия. Ампулу. Нежная, как влагалище ангела. Девятый год жарил. По самое небалу. Судьба не гладит по щеке. Она бьет по небалу. Я болт свой выложу на блюдце. Когда буду умирать, постараюсь улыбнуться. Меня зовут Рэндалл Патрик Макмёрф. И полтора месяца назад меня перевели из исправительного учреждения в психиатрическое отделение больниц. Но наше исправительное учреждение была такая, ну, типа тюрьма. Ну, то есть спали мы ночью в камерах, а днем работали на полях. Вот я конкретно занимался сбором горох. И вот меня перевели в психиатрическое отделение. Они решили выяснить, не псих ли я. Когда я приехал в психиатрическое отделение, я сразу понял, что оно как бы разделено на две части. С одной стороны, острые. Но это, по сути, такие же люди, как и мы с вами. Но только они не могут жить среди обычных людей. С другой стороны, хроники. Вот с ними тяжелее. Хроники это зачастую либо пожилые люди, либо бывшие острые. Вот самым ярким хроником был пациент Эльз. Он каждый день стоял возле стены вот в таком положении. Он когда-то был острым. Но его довольно часто водили в шок-шок, в отделение шоковой терапии. В один прекрасный день он остался в таком положении, в котором был привязан к столу. Каждый день он стоит возле стены и ходит под себя. На одном месте он простоял такое количество времени, что моча под ним разъела доски, и он провалился на этаж нижний. Чтобы вытащить, чтобы отвезти его в уборную, либо в спальню, санитаром приходится вытаскивать воображаемые гвозди. По-другому он отказывается идти. Я когда зашел в отделение, первым, кого я увидел, был такой здоровенный индеец. Он стоял возле стены со своей огромной шваброй. Хрена себе здоровья. Маня, тебе бы в футбол играть. Он вас не слышит. Он глухой, как пень, как ты индейец. Так все, никогда не слышишь, и не можешь слова сказать. ХАВА! У-у-у-у-у-у! Я прошел по отделениям, со стороны острых стоял здоровенный круглый стол. И острые сидели за этим столом и играли в карты. Но так как я слыл в тюрьме главным шулингом, я решил, что мне будет полезно походить, посмотреть, как они играют в карты. Я походил и заговорил с этим заикающимся пареньком. Его звали Билли Билли. Билли, дружище, а скажите, пожалуйста, кто в этом отделении самый главный псих? Не я. А только на втором месте. Отлично, Билли, а кто же на первом? Мистер Хартин. Хорошо, а как бы мне поговорить с этим мистером Хартином? А вам назначено? То есть, чтобы поговорить с психом, мне надо записаться к нему на прием? Ну да, мистер Хартинг очень заметой человек. Хорошо, Билли, а не мог бы ты передать этому мистеру Хартингу, что в нашем городке новый шелик, и нам войдут не место. И если он что-то имеет против, он просто может встретиться со мной и поговорить. И мы все выйдем. В противном случае, может считать себя вонючим калютом, и до конца ночи должен свалиться с города. Билли, передай, пожалуйста, этому выскачки Макмед, что я настолько псих, что уже добровольный по собственному желанию, по крайней мере, два раза хотел новый выходить. Билли, дружище, скажи этому мистеру Хартингу, что я настолько псих, что собираюсь еще как минимум раза три или четыре сходить на выборы. Снимаешь ли я? Пока я разговаривал с Острыми, сзади ко мне подошла старшая медсестра. Мистер Макберг. Да, здравствуйте. Меня зовут сестра Рэнчик. Я здесь старшая медсестра. В нашем отделении есть некое количество правил, которые вы обязаны будете соблюдать. Но сейчас санитары проводят вас, покажут ваше койко-место, вы положите вещи в тумбочку, и дальше они проводят вас к главврачу. Когда санитары завели меня в кабинет главврача, он как раз сидел, читал мое личное дело. Р.П. Макберг. Рэндалл Патрик Макберг. Знаете, мистер Макберг, я немножко в растерянности. Я не особо понимаю, почему вас сюда прислали. Так оно что не написано? Рэндалл Патрик Макберг. Ну да, здесь есть кое-что. Здесь сказано, что вы довольно агрессивны. Довольно тяжело поддаетесь воспитанию. Да, на самом деле главная причина, по которой вас сюда прислали, это проведение экспертизы. Являетесь ли вы душевно больным? Как вы думаете, почему они так решили? Ну, наверное, потому что я много дерусь и трахаюсь. Исправительным учить в день? Ну, вы спросили. Да, мистер Макберг, здесь также сказано, что вы везде бегали и добивали мяч. Так, вот я сейчас не понял, а это что, какая-то проблема? Ну, то есть, в таком случае можно любую сборную по баскетболу отправить в дурку или в тюрьму. Но вы набивали воображаемый мяч. Здесь также сказано, что, по крайней мере, раз в пять вас задерживали за драку. В чем проблема? Ну, пять в бою. У Рокки Марчиана было сорок в бою. Принем миллионера. Мистер Макберг, вы вас в последний раз арестовали за изнасилование. Изнасилование несовершеннолетним. Ну, в общем, док, тут такое дело. Ей было 15. Мне она сказала, что ей 18. Выглядела она на 35. Док, если бы вы ее увидели, вы бы сразу все убили. У меня жиринку пришло за шторой. Хорошо, мистер Макберг, а скажите, как вы относитесь к рукоприкладу в отношении женщин? Ну, док, в общем, смотрите. Я как бы считаю, что женщину иногда нужно слегка придавить. Ну, так, в суппорте удовольствия. Нужно рубить, нет? Знаете, мистер Макберг, а вы мне нравились. И думаю, мы с вами сработались. В нашем отделении есть некоторое количество правил, которые вы обязаны будете соблюдать. Их немного. Ты говоришь, прекрасно. Чем меньше правил, тем меньше придет ЕЛЦЕ. Да. Мистер Макберг, я думаю, мы с вами сработаемся. И давай мы скоро узнаем, кто он такой, этот, РП, Макберг. Первое групповое собрание. Каждое групповое собрание начиналось с заряда. Ну, мы разминались, потом усаживались на стулья и разговаривали со старшей медсестой. Вот самый первый раз я уже был готов сесть на стул, как вдруг почему-то обернулся и увидел того самого распятого ЭЛЦЕ. Он как раз в этот момент ходил для себя. И заявите, сестра Ренча, сядь, мистер Макберг. Но сядь. Мистер Макберг, мы должны уяснить. В нашем отделении есть очень жесткое правило. Во время групповой терапии все пациенты должны сидеть. Санитары, займитесь, пожалуйста, мистером Эллисом. Итак, джентльмены, сегодня я хочу поговорить с вами о мистере Хартинге. Напомню, что мистер Хартинг утверждает, что ненавидит свою жену. Что она его изменяла. Изменяла ему у него же на глазах. Это так? Да. Хорошо, джентльмены, у кого-нибудь есть что сказать по этому поводу? Психи замотали головой. Билли. Нельзя сегодня. Билли, мне очень хочется, чтобы хоть раз, но я записал в своей тетради, что ты начал наше групповое собрание. Нет. Хорошо, мистер Хартинг, может у вас есть что-то сказать? Да. Да, знаете, я... Я хочу с вами поговорить. Знаете, я хочу даже поговорить с вами даже не о себе. Я не хочу поговорить с вами о своем жене. Я хочу поговорить с вами о Боге. Я хочу поговорить с вами о Ганде. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Когда собрание окончилось, мистер Рэйчер ушла на сестринский пост, а психи еще не успели разойтись, я решил подытожить все, что я видел. Знаете, ребята, что мне это напоминает? У меня складывается впечатление, что я оказался в курятке. Ну, знаете, такое маленькое пространство, где находится огромное количество пунктов. И не дай бог, у одной из куриц появится капелька крови. Все накидываются на нее и начинают заклевывать. Заклевывать до костей. Во время этой процедуры на другой курице появляется капелька крови. Все накидываются на нее. И так до тех пор, пока весь курятник не умрет. Ну, это, в принципе, нормально, это жизнь. Знаете, что меня больше всего пугает? Кто первый клюнет? Вот эта вот улыбчивая, прекрасная медсестра. И не надо мне говорить о том, что она так с вами работает. Она каждого из вас клюнула. Она каждого из вас кастрировала. Она клюнула вас не в темечко, не в глаза, а ниже в поясе. Вы вроде взрослые мужики от слова и поперек сказать не можете. Вечером, когда закончились все процедуры, мы с острыми сидели и пытались играть в карту. Ну, а вообще, представьте себе, как это, играть в карту с психами. Так, ставка 10 цент. Ставлю 5. Ставка 10 цент. Ставлю 10. Вот это, это не 10. Это даже не 2 пятака. Попробуй тут курить. Но самой главной причиной, почему игра не шла, было то, что в отделении очень громко звучала музыка. Звучала в такой степени громко, что я не слышал собственных мыслей. В конце концов, я не выдержал. Поднялся, зашел в осестринский пост и попытался выключить магнитофон. Старшая сестра сразу же меня выгнила. Мистер Макмерт, пациентам запрещено заходить на осестринский пост. Выпейте, и тогда мы с вами поговорим. Я вышел, оперся на стекло. Извините, сестра, но не могли бы вы сделать музыку хоть чуть-чуть тише, чтобы нам с парнями не приходилось кричать. И мы могли просто посидеть, поговорить и поиграть в карту. Мистер Макмерт, боюсь, вы не заметили, но в нашем отделении очень много возрастных пост. И если мы сделаем музыку тише, боюсь, они ее просто не услышат. А музыка, это единственное, что у них осталось. Ну, может, можно сделать музыку хоть чуть-чуть тише? Нет. И вообще, мистер Макмерт, ваша рука пачкает мое стекло. Ну, пройдите. Мистер Макмерт, да. Вы забыли ваши лекарства. Особенно пилюль. Это ваши лекарства. Знаете, я не особо люблю употреблять лекарства, о которых ничего не знаю. Ну, мало ли мне бронхлоциты. Ну, а в нашем отделении очень много молодых препятствий, но вы меня понимаете. Хорошо. Мистер Макмерт, если вы отказываетесь употреблять ваше лекарство ранее, мы найдем какой-нибудь другой способ. Ну, боюсь, что он вам не особо понравится. Я положил пилюль в рот, сделал речку, проглотил. При первой же возможности выпил. Возле Тесленского поста лежала огромная барная книга. И пациенты периодически подходили к этой книге и писали туда что-то своими жомыми карандашами. Потом я узнал, что они так стучали. Ну, то есть, кто-то из пациентов вдруг скажет, что вот именно сегодня он решил, что не будет спать больше никогда. Один из его друзей услышит это зимнен, сделает вид, что отправляется в Уорду, но, на самом деле, поградется к этой амбарной книге и запишет все, что услышит. Тот, кто записал, получает значок со своим именем на ланском пижаме. Тот, кто получил значок, на полчаса больше может поспать. На амбарной книгой висела металлическая табличка тех, кто на них власил. Мы счастливы, что в нашем отделении наименьшее соотношение санитаров по отношению другим. Это было благодарность за то, что пациенты стучали. Каждый раз, когда днем на улице была хорошая погода, нас выводили в алгоритм. Выводили погулять. Острых сразу же сажали в автобус, куда-то увозили. Вот самый первый раз, когда нас вывели в алгоритм, нас завели на баскетбольную площадку. Был мяч, были кольца. Мне очень хотелось поиграть, но только играть было несколько. Единственный более-менее адекватный человек был этот здоровенный, глухонемой, индейец. Вот. В общем, такое дело. Сейчас я научу тебе старинной индейской игре. Она называется «Засуй шарик в пиву». Итак, вот. Нарисуй здесь. Держи шарик. Держи, только сильно не сжимай, а то ты его лопишь. А теперь поднимай руки выше. Еще. Еще. А теперь засунь шарик в дыру. Засунь шарик в дыру. Вот совсем теплый удар. Ну, в общем, понятное дело, что в тот день игры не состоялись. Но спустя какое-то время все-таки произошел матч между Острым и Сминитарем. И божь тогда играл за нас. Он стоял под кольцом противника, и как только ему в руки прилетал шарик, он просто поднимал руки и клал шарик в дыру. Потом счастливый шагал к нашему кольцу, и как только противники забрасывали мячик в наше кольцо, он просто бросал его в руки. И опять же счастливый шел к нашему кольцу противника. Я тогда видел впервые, что этот человек улыбал. Он, сука, был счастливый. Второе групповое собрание. Итак, джентльмены, сегодня... Мистер Македон, да, извините, сестра Рэчер. Наверное, вы не знаете, но сегодня начинается чемпионат мира по футболу. И я хотел бы предложить перенести наше вечернее занятие на полчаса раньше. Ну, чтобы нам с парнями можно было сесть возле телевизора и посмотреть открытие чемпионата мира. Мистер Македон, боюсь, вы не особо понимаете, что весь наш распорядок устанавливался годами. И если мы изменим этот распорядок, это может навредить нашим пациентам. Собственно, да, срать на ваш график. Ну, полчаса. Мистер Македон, единственное, что я могу предложить, это голосование. Хорошо. Хорошо, давайте проголосуем. Парни, давайте, ну, кто? Кто за то, чтобы посмотреть открытие чемпионата мира? Никто. Ни один человек, кроме меня, не будет в руках. Вот на вечер, мы с осками перетащили стол, несколько стульев и шубы. Мы селись там играть по набору. Там, по крайней мере, не было слышно твой оглушающий мозг. Ну, у меня играли пять мешок. Я все время думал об открытии чемпионата мира. А я, я все равно пойду смотреть открытие чемпионата мира. Ну, как маг? Да как это? Да вот, возьму вот эту хрень, вышиву я и от лои. Проберусь в ближайший бар там, закажу пиво, сяду и буду смотреть открытие чемпионата мира. Но ты не сможешь поднять эту штуку. Спорю. Давайте, делайте ставки. Сычник. Делаем не ставки. Кто-то ставил пять центов, кто-то десять. Хартинг поставил двадцать пять долларов. Преешься? Погоди. Беру подход. Ну, я хотя бы попытался. Хоть я бы попробовал. Следующий буквой СМР. Так, джентльмены, сегодня я хочу поговорить с вами о Билли Билли. Напомню, что в один прекрасный день Билли пришел с букетом цветов к своей подруге Кэти. И что ты ей сказал, Билли? И что ты ей сказал, Билли? Сидел пациент честный. Это довольно нервный, невысокий пациент. Он все время ерзал на стуле, периодически подскакивал. Извините, сестра Рэнчер, у меня к вам вопрос. Я хочу знать, зачем вы заставляете говорить в Билли об этом? Вы же видите, что он не хочет. И вообще, сестра Рэнчер, у меня еще один вопрос. Мистер МакМёрфи сказал, что вчера начался чемпионат мира по футболу. А я, знаете ли, никогда не смотрел футбол. И я хотел бы предложить, чтобы мы снова проголосовали. Но я думал, что этот вопрос закрыт. Но сегодня же другой матч, так важно. Да, да, давайте поголосуем. Хорошо, джентльмены, давайте голосуем. Все сидящие польдули руки. Итак, джентльмены, Диана считала 9 голосов. Она считала 9 голосов. Но это же по-первых! Мистер МакМёрфи, вы очень невнимательный человек. В нашем отделении 18 пациентов. А 9 – это только половина. Погодите. То есть вы хотите сказать, что будете считать голоса вот этих вот придурков, которые вообще никогда не понимают? Мистер МакМёрфи, вы не правы. Они такие же члены нашего общества, как и мы с вами. Хорошо. Погодите. То есть мне необходим еще один голос, так? Хорошо. Подождите, дайте мне две минуты. Ты хочешь посмотреть? Капитан, капитан, ну ты помнишь, что? Сын уехал на пол, но... Я метался по залу, пытался хоть одного психа вывести на разговор. Никто, ни один человек, не меня кирил. Последний оставался, то, что он как всегда стоял возле стены со своей дробной шлангой. Морф! Морф, дружище, морф, ну! Ну, подними руку, ну! Ну, докажи им, что ты хоть что-то еще соображаешь. Морф! 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 Но... Ну, уже поздно. Санитары начали разводить всех пациентов по отделению, кого-то или уборную, кого-то на процедуру, кого-то на спайле. Я вам все уже напротив выключенного телевизора. Морф! 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 Ну то есть я хочу сказать, что она играет краблёвым пикартом. Несно-магнафи, знаете, я наблюдаю вас уже здесь какое-то время, и мне кажется, вы нас обманывает. Я не вижу у вас признаков душевного расстройства. А чего вы хотите? И чтобы я сразу на... Как вам понять? В общем, после моего визита к главврачу состоялся, как я уже позже выяснил, состоялся консилиум врачей. Решилась моя дальнейшая судьба. Все врачи признавали, что я не являюсь душевно больным, что я довольно агрессивен, тяжело поддаюсь воспитанию. Все считают, что меня необходимо отправить обратно в тюрьму. Но тут вмешалась сестра Ренчи. Джентльмены, я считаю, что если мы отправим мистера Макмерфи обратно в тюрьму, либо в отделение для буйных, это будет означать, что мы с вами не справились. Это будет означать, что мы перекладываем наши обязанности на других. Ну, естественно, было принято решение оставить меня. После консилиума врачей санитары начали относиться ко мне по-другому. Они подтачивали меня. Вот, санитар Вашингтон постоянно пытался выйти со мной на конфликт, пытался подраться. Я все время уходил от этого. Один раз надо не выбежать. В город мы с тобой увидим, но в другом месте и там поговорим. Шестьдесят восемь дней. Осталось шестьдесят восемь дней. Какие шестьдесят восемь дней? О чем? Это в тюрьме, дружок. А здесь мы будем держать тебя столько, сколько захотим. Следующее руководство. Извините, сестра Рыч, у меня есть вопрос. Но даже не к вам, а к остальным парням. Я очень хочу знать, почему никто из парней ни разу мне не сказал, что вы сестра, санитары, врачи, могут держать меня здесь столько, сколько захотят. Почему никто из парней ни разу не остановил меня, когда я подначил вас? Что вы молчите? Харпин, ты чего молчишь? Но я не знал, Мак. Я здесь нахожусь добровольно. Погоди, что? Да, мистер МакМёрфь. Большинство пациентов находится здесь добровольно. За исключением нескольких хроник, вас и вождя, правда. Погоди, вы меня разыгрываете. Ну, Билида, хоть скажи, что ты здесь принудитель. Нет. Билида, тебе делают возить в тачках по городу, но... Блин. Я, блядь, не понимаю. Вы каждый день ноете о том, как вам здесь хуёво, блядь. О том, как вас здесь унижают и ничего не делаете, чтобы это изменить? Вы каждый день плачетесь о том, как вам здесь плохо и ничего не делаете? Мутное утро. Никотин. Откуда-то это чувство, что я не один. Будто. Рассудок слышит шопок, как в толпе людьми. То ли я запутался, то ли злая шутка. Вся страна как безудина. Безумные маршрутки под управлением маньяка. И уже нет страха. Я уже снял якорь. Спал мой мутный рефлекс, плюс шестая баха. К чему нахрен эта клоуната? По-моему, из ТВ льют в нас уже не глядя. Что же вы, выгиб? Ладно. Выгиб. Правда. Уже ли никого нет, чтобы вывезти из стада? На чане я все чаще слышу стоны «не надо». Мы то ли молчим, то ли горим, то ли томим. А вы водите на пожарящих хороводах, в бушующем море оркестром на пароходе. Правительству? Да. Доброе. Так от чего же хищные оскалы на довольных сытых мордах? Они причина зомби и метро их перехода. Они нам не поможут. Им ничего не поможет. Деньги. 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 Банги. Кредиты. Кризисы. Люди растений. Процент. Торгово-развлекательные центры. Неврастенники. Дедисинки. Шмали. Лени. Перестали греть свечи. Купола церкви. Я все еще верен и устал стоять на коленях. Устал мертвые черни и их герои. И ничего не знаю. И грошами стою. И я сошел с ума, мам. Не задавай вопросов просто так надо. Я не могу понять, правда я пастор или вот внутри этого стола. Вы каждый день говорите о том, как вам здесь хуевно. Ничего не делайте, чтобы это изменить. Пока я решать увещал, Чесвик, который вы в странстве говорили, он со мной периодически подпрыгнул. В конце концов он не выдержит. Извините, сестра, значит у меня к вам вопрос. Сядьте, мистер Чесвик, сядьте и успокойтесь. И тогда мы с вами поговорим. Хорошо. Хорошо. Я спокойно. Извините, сестра, раньше у меня к вам вопрос. Я хочу знать, почему вы конфисковали все наши сигареты? Почему все наши сигареты находятся у вас? Девятый мертвец. Я думаю, ни для кого не секрет, что в нашем отделении мистер МакМёрткий устроил такой филеал-казино. И большинство пациентов проиграли свои сигареты, а некоторые даже деньги мистеру МакМёртку. Поэтому я приняла решение конфисковать все сигареты и выдавать их порциону. Но я так не хочу. Я хочу, чтобы было по-другому. Я хочу перемен. Я хочу перемен. Я хочу перемен. Я хочу перемен. Я хочу. Они скручивают Чесвика, они явно делали ему больно. «Достаньте его в покой! Сейчас он успокоится и все будет хорошо!» Они повалили его на пол. Я не выдержал. Подошел к Сестринскому посту, кулаком разбил стекло, достал блок сигарет, прибег Чесвику. «На, держи!» Один из санитаров оттолкнул меня, завязал с драка. Он повалил меня и начал душить. Я начал терять сознание, но вдруг хватка ослаб. Когда я смог открыть глаза, я увидел, что ворс оттянул этого санитара и бьет немного по отдыху на меня. На строих меня, Чесвика и вождя приверили от деяния для бойных и усадили на здоровенную скамью. Чесвик мертвой хваткой вцепился в мою руку. Он все время причитал. «Я ничего не сделал, маг!» «Я ничего не сделал! Я ничего не сделал плохого!» «Маг!» «Давай до скорого!» Из ближайшего кабинета появилась сестра, несколько санитаров. Они разжали его к Чесвика и начали выводить его в ближайший кабинет. «Маг!» 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 «Я ничего плохого не сделал!» «Маг!» 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 «Дверь закрылась!» «Мне осадила челюсть!» «Я вытащил узмачку, одну положил в рот и вторую протянул борту!» «Спасибо!» «Я достал еще одну узмачку и снова протянул борту!» «Маг!» «Дверь сихнул!» «Свучит!» 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 «Ты в какое-то время слышал и мог говорить?» «Ну да» «То есть ты все это время их обжелывал?» «Да» «Так какого хрена мы, два взрослых мужика, сидим здесь?» «Нам надо бежать!» «В Канаду» «Да хрен с ним в Канаду» «И тут» «Мимо нас на каталке повезли честных» «Он был без сознания» «Довольно скоро» «Появилась сестра и санитары» «Мистер Макнёв, ваше очередь» «Может?» «Может мы сбежим борту?» «Мы обязательно сбежим борту!» «Обязательно!» «Меня завели в кабинет» «В котором находилось большое количество санитаров, врачей, сестер» «А посреди кабинета стоял стол довольно странной формы» «Меня усадили на край стола и начали снимать ботинки» «Ребят, там немножко мокровато, но я во время драки писал» «Но зато теперь это можно собрать и отдать те следы и читать анализы» «Меня уложили на стол, начали привязывать руки и ноги» «Виски смазали вазелином» «А в рот ставили трубку, чтобы я мог дышать и не прикусил язык» «После первого разряда я потерял сознание» «После второго разряда я увидел небо» «Покачнется огонь» «Мне казалось, что я лежу на том самом гороховом поле» «Надо мной от полут облака» «Ах, догоняй, догоняй, догоняй» «Чья-то повозка в ночи запропала» «Что же ты, Анна, глядишь на меня?» «Значит, не я, что ж так смотришь устала» «М-м-м-м» «Привет, уроды! Соскучились по мне?» «Рэнтон Гусаксово в деле!» «Здравствуйте! Здравствуйте, сестра Рыдича!» Как ты? Отлично пили, мне каждый день давали по 10 киловатт, и теперь женщины под одной будут светиться. В тот самый вечер моего возвращения, я уже поздно вечером, когда врачи покинули отделение, а ночной санитар закрывал двери за сестрой Рэнчик, я пробрался на сестринский пост и позвонил своей подруге Кэнди. Алло, да, да, все в силе, да, алкоголь в этом. Машину нашла, так угоди. Ладно, все, не могу больше. Когда все уже спали, я пробрался в кровати вождя. Боже, может, дружище, я так больше не могу. Я не могу так. Нам надо бежать, боже, нам надо бежать. Я не могу. Я слишком маленький. Может, ты сдурел, ты огромный, как гора. Нет. Ты большой. Мой отец был большой. Пока они не начали над ним работать. Пока они над ним не поработали. То есть ты хочешь сказать, что они его убили? Я не говорю, убили. Они над ним поработали. И он стал болен. Еще меньше, чем я. Он стал болен. И когда он болевал в себя алкоголь, не алкоголь уходил в него. Он уходил в алкоголь. В этот момент я услышал, что в окошко ударился моим деканом. Я вышел в общую комнату, подошел к окну. Тут же на горизонте нарисовался ночной санитар. На кровь ты достал. Неси свою задницу обратно в постель. Но наш разговор с ночным санитаром закончился тем, что мои 25 баксов переключевали в его карман. Он открыл решетку, окно. Мы помогли двум девушкам влезть под деревья. Неси санитар сразу же с одной из девушек и бутылка риски отправился в Сибирь, как на тюрьму. Мы же скандили. Пробрались на сестренский пост, включили музыку и начали моргать свет. Прием река. Сибирь. Прием река. И психи начали стекаться к нам. Но я решил, что сегодня я свалю. И поэтому я решил закатить прощальную вечеринку. Били всем. Вот помнишь, с того самого распятого эриса. Его привязывали к каталке. Выкатили в центр общей комнаты. И через трубочку, от капельницы, в рот вливали вино. Я, сука, впервые в жизни видел, что этот человек улыбается. Он был невероятный счастлив. Когда все хорошенько набрались, я решил, что вам пора вращаться. В последнем коровне подошел убили. Мак. Твоя девушка? Гэнти? Да нет, мы просто друзья. А Аинна? Аин с тобой? Да. Так и ты можешь ехать с нами. Я не готов. Хорошо, Били, давай посмотрим таким образом. Мы с Кэнди уедем. А мы обоснуемся, и я пришлю тебе открытку, и там будет обратный адрес. И ты, как только будешь готов, ты приедешь к нам, и мы с Кэнди будем тебя ждать. Хорошо. Били начал убегать. Били, да что случилось? Ничего. Безотравленностью с вами ничего. Что? В общем, Били рассказал мне, что в свои 25 лет он никогда не был с бревушкой. А Кэнди ему очень понравился. Кэнди, подойди сюда, пожалуйста. На этих словах Били пуль убежал в спальню. Ребят, верните. Кэнди, в общем, такой день. У меня есть вот последний двадцаточек. Вот, держи. У меня есть небольшая просьба к тебе. Ты должна обнять нашего Били. Ну, я думаю, что больше ему ничего не потребует. Причем, я не знаю, откуда эти психи достали барабан, но Били вылетели из спальни в инвалидном кресле, уже без майки, под барабанную тропу. Били с Кэнди, вылетелись в маленькой комнате. Я решил, что им понадобится, ну, час от силы. Поэтому я сел в кресло и продолжил пить. И напился. И напился до такой степени, что он упал с кресла и уснул прямо под ним. Когда утром я открыл глаза, уже пришли санитары, они ничего не делали, они просто стояли и смотрели на весь тот бедлан, который они учили. Когда в отделение вошла сестра Рэдчет, она сразу все поняла. С каждым шагом ее лицо становилось более бордом. Она приказала собрать всех пациентов в центре общей комнаты. И тут санитары уже не церемонились. Кого-то гнали пинками, кого-то тащили за волосы. Сестра Рэдчет доложила, что не хватает Били-Били. «Джентльмен, я хочу знать, покидала ли я этой ночью Били-Били наше отделение?» Но ответ она услышала только лишь смышленно. Она приказалась недаром быть сестрам и искать отделение. Ну и, конечно же, Били нашли очень близко. Сестра сама заглянула в эту комнату, увидела Били в объятиях Кэнди. Когда она возвращалась к нам, Били бежала за ней, оттягивая на ходу штаны. Мы встретили Били и аплодисменты. «Мисс Рэдчет, я все объяснил?» «Да, Били, я очень хочу, чтобы ты все объяснил». «Все? Все? Верить тебе не стыдно?» «Нет. А что же скажет твоя мама? Ведь мы с ней давние подруги, и я обязан ей все рассказать». «Или ты хочешь сказать, что тебя заставили?» «Так они все заставили?» «Кто конкретно?» Макмёртв. И тут где и случился припадок. Он упал, начал кулаком бить себе это лицо. Прибежали санитары, начали его успокаивать, но в каком-то маленьком чудушном больнике появилась такая сила, что просто их раскидывали. Прибежали санитары с другого отделения, дверь всё-таки скрутили, сестра приказала его отвезти в кабинет к главврачу, и там оставаться с ним. Пока была вся эта завороха, мы с вождём пробрались к окну, у меня в кармане лежали украденные ночного санитара ключи, я открыл окно и шёл. Уже он уже был готов вылазить, вдруг один из санитаров это заметил, завязал с драком. Потом он всё отделение раздался, в свой разбирающий клип. В кабинет у него врача вылезла молоденькая, одни все справа вся в крови. Все революции, пациенты, санитары, врачи. Я. Я, когда проблялся через полков посреди кабинета, в лужи крови лежал в пили, в руках, у него были осколки и разбитые маски. А из-за взрывного горла текла кровь. Я кое-как выбрался обратно в коридор, посреди коридора стояла старшая медсестра и, как ни в чём не бывало, разголовного касания. Досхватил её за горло и начинал души. У меня в душах стучала кровь. Но даже через этот стук я слышал, как другие острые, харти, кричать «Маг, не надо, не надо, маг!» Вот он в глазах потемнел. Там, за высоким буфетным шкафом, за конторкой на высоком табурете, сидит Рэндалл Патрик Макмерфе. Человек этот, лицом белка в кости, волосы рыжие. Он болен чем-то этот человек. Он вызывает страх. Он любит сам задавать вопросы и сам же на них отвечать. Когда пытаются улыбнуться, «Маг, не надо, не надо, не надо, не надо!» Он болен чем Рэндалл Патрик Макмерфе. У нас трагедии случаются. Бронепоезд пролечем на спину. С палкой ходит бронепоезд, пройти не может. И никто нас не любит. От этого и все трагедии. Как в театре все отбор. И душа от этого не болит. Зубы болят. Надо следить за своим лицом, чтобы никто не застал врасплох. Чтобы не понял никто, как плохо. Скошенный – виноват. Мрачный – не уследил. Я бы другое взял на прокат. Я бы не снимал его на силу. Я никогда не смотрел бы вниз. Скинул бы переживание груз. Вы – оптимист? Я – оптимист. Вы – веселитесь. И я – веселюсь. Эти врача я ни хрена не знаю. Зачем убивать мою мозг? Зачем усиловать мою память? Память – это единственное, что у меня осталось. Лоботомия шелковой терапии. Прекрасное лекарство. Одна беда. Пациент в результате мертв. Знаешь, что такое лоботомия? Это кастрация мозга. Это когда тебе вырезают кусочки лобных долей. Когда они не могут резать ниже пояса, они режут выки глаза. Все пытаются нас изменить. Все пытаются, все психом боятся. Все психом пытаются вылечить, спасти. У меня чего-то кажется, что сумасшедшие они ближе всего в Кристинии. Знаете, есть такая история. Человек тоннет в огромной глубокой луже. Другой-то видит, бросается в лужу с риском для собственной жизни, спасает толщину. И вот они вдвоем лежат на берегу этой лужи, отдышаться не могут. Отдышались. Спасенные спрашивают, ты чего? В смысле? Я тебя спас. Дурак. Я там живу. Я там живу. Ходи, друг. Мак. Мак, я знал, что ты не удерживаешь без меня. Мак. Мак, я знал, что ты меня не бросишь. Мак, я теперь могу идти. Я теперь большой, как гора. Мак, мы уйдем вместе. Пошли. Я тебя каких не оставу? Я тебя не остала. Мы идем вместе. Пошли. 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 Мы забыли, что мы дети Забирая душу в тело Мы уверены, что нужно Начиняться важным день Продав душу в круг Вдохнув неслабо Мы в спину видим сны Как мать нас раскал Нам не нужен ответ, нам нужно ослепить Не изменит наш мир Бесполезный бед И ты так близко Наше сердце бьется Мне нужно забыться или сердце собьется Наступая с нас, теряют из вида и мира Все спрячут улыбки Но не скажут как Нас не могут спрятать, чтобы не было видно Понять не так просто, но нам не обидно Мочь когда на елке Загорятся все звезды Я прошу дракона Не со мной серьезно Но в моем маленьком сердце Есть большое слово Я хочу жить Слово стать здоровым Я лечу на небо Обняв тебя за шею Вижу планету Пока катетер пей Пока слышу голос Пока вижу литвы Но покидает мир Моя Жар Птица Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо еще раз